Всем привет! Сегодня поделюсь опытом, как создать стриминговый такой небольшой сервис на микроконтроллере ESP32, а именно на борде ESP32CAM. Задеплоить это все вот на этот борт. И в принципе любым плеером, либо же любой другой системой этот RTSP-поток потом можно будет принимать. Что потребуется? Потребуется не для этого проекта, а в целом и на будущее, если нужно будет программировать что-то и у нас нет интерфейса напрямую подключаться к борду, потребуется программатор. Я использую в принципе довольно уже старый проверенный ESP32CAM. В принципе ссылочку я оставлю, его можно купить в любом магазине электронных компонентов. В принципе в Китае лучше заказывать. Ну и соответственно нужно будет купить борт ESP32CAM. Здесь уже есть Wi-Fi, здесь уже есть камерный модуль, есть microSD карточку. Дальше нам нужно будет поставить кое-какие библиотеки. Я вот этот гайд сброшу в нашу IDE Arduino. Гайд сброшу для того, чтобы можно было с этим микроконтроллером работать. И в целом микроконтроллерами от ESP32. Ну и соответственно на гид я загружу исходники. Здесь абсолютно все просто. Два заголовочных файла, в котором в первом записаны в ваша сеть, в которой будет микроконтроллер работать, с которой вы потом будете брать поток RTSP. Пины камерные. Ну и основной серс-файл. Вот. Все что нужно, это подключить микроконтроллер через программатор. Питание сразу же будет идти. Распиновка. Распиновку можно найти, забив поиски либо программатор UART, либо FFT232, ESPICAM и так далее. То есть, в принципе, я вот использую вот такую распиновку. Единственное, я использую 5 вольт для заливки исходников. Ну, некоторые можете поэксперимировать на 3 вольтах. У меня на 3 вольтах иногда ошибки выдавались. Не всегда нормально заливались исходники. Вот. Вот такая вот распиновочка. Единственное, вот Ground и I.O. 0.0 нужно будет замкнуть либо джампером, либо перемычкой. Замыкаем. Подаем питание. Можно подать питание как от отдельного источника, так и от самого программатора. 5 вольт от программатора и землю так же от программатора. Так, есть. Дальше нам нужно будет выбрать порт. У меня он уже выбран. Я вот здесь закомментировал несколько строк относительно того, с какой частотой нужно заливать, какой модуль нужно выбрать. Но, в принципе, вот в этом руководстве по работе с ESP32, библиотеками ESP32 довольно неплохо все написано. Поэтому сейчас построчно все и поэтапно рассказывать не буду. Можете открыть и воспользоваться этим гайдом. Так, следующее. У нас подключено. Борт выбран. ESP32. Рекомендую выбирать вот эту платку. Я ее, в принципе, в комментариях здесь же и указал. Частоту заливки. Так. И, в принципе, все остальное оно автоматически выберется, как только вы выберете порт. Далее. Программатор подключен к USB. Текущего компьютера. Нажимаем upload. Сейчас компилируется скетч. И дальше будет происходить загрузка. Здесь я перемотаю, чтобы не ожидали. Так, все. Скирт скомпилился, заоплодился. Все то, что было в загрузочных файлах, мы прописали для нашей сети. Основной компьютер, с которого вы все это загружаете, он уже внутри этой сети. Поэтому, в принципе, мне будет очень просто сделать следующие вещи. Первое, что нужно сделать, это открыть сериал-монитор. Дальше необходимо разомкнуть джампер, который мы использовали вот здесь. Вот эти два контакта. Размыкаем. Либо полностью вытаскивать, либо у вас, если проводом замыкали, один из контактов. В сериал-мониторе. Дальше. Нажимаем на борде «Reset» и дожидаемся получения адреса RTSP. Все. Задеплоили. RTSP поток и порт, по которому он открыт. Вот он. Можем использовать его. Копируем. Берем VLC. Вставляем наш адрес потока. И нажимаем «Запуск». Так. Вот, в принципе, все работает. Единственное, вот эти полосы, не обращайте внимания, потому что питание не всегда стабильное от программатора. Поэтому я сейчас покажу, как это будет работать на внешнем блоке питания, либо пауэрбанке, 5-ти вольтовом, гораздо лучше будет. Так. И, соответственно, питание. Теперь мы, в принципе, можем полностью отключить наш программатор. Отсоединить все питание от нашего модуля. В принципе, вот такой модуль. Кстати, антенку можете не привязывать, если у вас сам модуль будет недалеко стоять от вашего роутера или источника Wi-Fi сигнала. Это я уже, в принципе, для того, чтобы усилить каким-то образом. Антенка, кстати, в комплект не входит. Вот. Что необходимо? Вам необходим источник питания. Абсолютно любой, который даст вам стабильные 5 вольт. Так, подключаем по пинам. Пины, кстати, все расписаны прямо на самой платке, поэтому не составит труда подсоединиться. 5 вольт и наш граунд. Подключаем. Все, программатор нам больше не нужен. Соответственно, IDE нам также больше не нужна. Открываем наш VLC. Кстати, контроллер грузится очень-очень быстро. К сети подсоединяется также очень быстро. Вставляем наш адрес RTSP. Загружаем. И вуаля. Вот наш источник RTSP потока с микроконтроллером, который суммарно стоит меньше 10 долларов. Можете использовать его как IP-камеру, можете использовать его как источник RTSP, который также можете раздать уже во внешний мир. Вам нужно будет проброску портов сделать на роутере. Можете как скрытую камеру, поставить. Но об этом не в этом видео. Вот. Ну и в принципе можете использовать его в полноценном, то что я сказал, как источник RTSP потока для вашего inference сервера. Вот на этом все. Такое короткое видео. Используйте доступные контроллеры и делать вот такие небольшие, но полезные проекты.